Итак, всем привет, с вами Добгай, продолжаем играть в Виктория 3 за Испанию, потому что в серии мы тут у Британии какие-то колонии забрали И потихоньку движемся по законам в сторону полностью уничтожения влияния католиков в нашей стране Стоит религиозные группы немножко подсократить Сейчас мы попробуем школы сменить, потом возможно... А, ну смотрите, мы в принципе это уже сменили, да, окей, отлично Потому что невозможно, а уже готово И потихоньку они будут падать в своем влиянии, это прекрасно Кроме того, я вот не уверен, сделал ли я это в прошлый раз Ага, все, я понял, здесь светская администрация, здесь и нельзя поставить административное духовенство, отлично Так что да, их влияние неплохо падает В этой серии, думаю, мы в принципе ничего новым делать не будем Мы просто подкушаем дальше Америку Так, здесь какие-то новые кнопочки появились Да, видимо, это мод обновился на... Да, видимо, мод на интерфейс обновился А я об этом не знал Судя по всему То есть здесь снова есть легитимность текущая Так понимаю, исследование А, прикольно Надо бы тут там поразбираться Ну, в случае, поехали Смотрите-ка, пробуем мы теперь завоевать Улунган себе Странно, что у нас здесь нету... А, непроходимая местность Хотя вот здесь вот ради есть кусочек проходимый Но здесь у нас фронта нету, значит, надо будет высаживаться Это отлично В них ступилась Португалия сразу же И потом Цин Ну, что я могу сказать, Португалия У тебя были прекрасные колонии Жалко, что больше... Ладно, все еще остается Но не так много уже Давайте вот Северную Анголу еще заберем И Южную Анголу А, нет, уже ладно У нас не хватит, да, верно? Верно, а вот Булунган Еще там что-то осталось у него Давайте добьем Там микростатик, окей, отлично Ну, так вот и побоюем Еще португальские военные репарации пускай заплатят Куда я уже отправляю А, кстати говоря Даже здесь тоже еще армия находится на самом деле Потому что в Португалии у нас граница есть с Лунду Я забываю об этом Потому что очень редко Когда ты в Португалии у тебя есть граница не в колониях Ну, что мы делаем? Мы сюда просто мобилизируем побольше войск И на этом все, я думаю Плюс, что нам стоит сделать Пожалуй, да Это построить больше армии Нам на самом деле стоит этим заняться Так что давайте Вот двадцаточку там Двадцаточку там И десяточку здесь Вот так вот И я думаю, этого нам хватит Можем еще бежать повысить Нас куча денег в запасе Мы можем спокойно воевать А еще флот мобилизируем Здесь водная перехватка двоев Вот здесь вот Потому что госшкола Это отлично Можем что-то повысить? Нет, у нас не все максимальные Супер Отлично Мы сделали Практически все, наверное, законы, что мы хотели Нам нужно еще защищать свободу слов У нас нет прав человека на это И здесь тоже у нас нет прав человека на вот это Вот Можем только ограниченный труд поставить Ограниченный Давайте пропорциональные налоги попробуем Было бы полезно их Винять тоже А потом попробуем детский труд И где-то там уже у нас может будет Ровать человек В принципе, уже не так далеко до них, да? Уже потихоньку распространяются Техи, другие До третьих мы уже дошли И ситуация такая Мы в Португалии Так себя чувствуем, да? Нас пробивают потихоньку Хотя цин начинает Я так понимаю Получать урон Из-за конвоев Но он недостаточный Но вот здесь вот Мы сейчас закончим с этими колониями Потом перейдем сюда И будет уже у нас капать варгол Португалия Сдастся в один момент Да? И мы сможем Просто потом закончить С этой Так, главное, чтобы нормально Все докупировалось Закончить с Как раз таки страной На которую мы и напали Изначально Здесь главное Продираться как можно дольше И смотрите-ка Сложно определить Работает ли конвои Нападение на них Но да Мы можем видеть, что Очень много морали Не хватает Китайским войскам И Они не вступают из этого В бой Но нас атакуют португальцы Таким образом Мы получаем Дефенсив Битву на нашей территории И мы отбиваем Свои территории Отлично Здесь они вообще В оборону перешли Только 19 Вот так вот этот вот Пытается атаковать Теперь А мы параллельно Готовим Выстку Вот сюда Выстка готова Просто мы сможем пробиться Да С потеями Неприятными Но пробиваемся Отлично А это уже Это уже Почему здесь Две высадки Клаудио Здесь Клаудио научился Клонированию Только чтобы Под помочь Испании Ребята Технологии этой игры Поражают Телепортация Клонирование Ужас Просто Сколько Технологий Мы потеряли В истории Вот сейчас Мы захватим Здесь колонию Здесь Отобьем Еще свои Какие-то Территории Здесь Свои войска Не восстановит Почему Мы видим Французско-британскую Битву Ну допустим Захватим С этими колониями У нас Варскор Получится И мы Пойдем Уже Вот сюда Высаживаться Здесь Среди говоря Произошел Классический Мем Патукали Заклонизировал Новую территорию И тут И тут Из-за этого У них Они Смогли бы Теоретически Контратаковать Нас Вот этими Пятью Стаками Но они Не могут Потому что Это Ишки И он не додумается Делать тут Генерала Чтобы контратаковать Но он Мог Он мог А у нас Среди говоря Тоже Какой-то Идиот Пытался Там атаковать Бернандио Бернардино Господи Мы в теории Можем В контратаку Пойти Давайте Попробуем После этой битвы У нас Этот генерал Сейчас здесь Закончит Мы им Будем Высаживаться Уже А здесь Мы можем Начать Принципе Пробовать Атаку Здесь пишется Что минус 2 Но это Фейк инфа Потому что Китайцы Здесь не могут Сажаться Здесь пишется Что у них Мало морали Я так понял У них Ноль морали Как будто бы Ну они в битву Видите Не вступают А нет Вступают Но Да Они просто Сдаются Коментально Окей С этим все понятно Генерал от нас Освободился Соответственно Что? Соответственно Клаудио Едет дальше Ну а здесь Мы смогли Пробиться С не сильно Большими потерями А территорию Мы захватили За это Очень даже Неплохо Кстати говоря Получилось окружение Смешное Давайте его Ликвидируем Сразу же Отлично А здесь Ты за защитой Стой Ну все В Португалии Я думаю все Хотя почему-то Она еще не сдается Ну вот сейчас Мы сюда поедем И Португалия Подал нам территорию Кстати говоря Мы же можем Сделать Иберию Я вот об этом забыл Можно было Маринеткой Португалию сделать Хотя я подозреваю Что Это бы нам стоило Очень дорого Она все-таки Еще большая Да 93,6 Все правильно Я это не могу Сделать Пока что Ну точнее как Вообще Я могу Это сделать И наверное Мне стоит Это сделать Следующим Мувом По той Простой причине Что Я тогда и переобъединю И просто Мне все Сразу присоединю Вся территория Теория Сложно так сработать Так здесь Мы высадились Успешно Все отлично Да Великая цена На белый мир Вышла Ну и сейчас Вот эта вот Ишка Тоже Должна Уже сдаваться Угу И продолжим Дальше красить Индонезию Я думаю Потихоньку Ну вот Борнео Мы взяли Отлично Да Здесь нету золота Но нам нужны Какие-то дополнительные Территории Ресурсы Чтобы потом воевать С теми У кого это золото есть Очевидно Потому что С Францией Допустим И с С этими странами Да там С США С Канадой То есть с Британией Воевать Нужно иметь Какие-то ресурсы И морские Сила И наземные И вот мы приняли Пропорциональные налоги Отлично У нас в принципе Теперь появилось Больше эффективных денег В общем Общество Стратим на стройку Но у нас Эти деньги Точнее Эти расходы Скоро закончатся Видите Кристиан уже осталось Совсем немножко 40 тысяч всего И стоит Заняться Пожалуй Во-первых Запретом детского труда Во-вторых Давайте-ка Даймемся Вот эти Вот эти Слушайте Даже Профсоюзы этого Не хотят Это что-то С чем-то А почему? Странно Ладно Давайте тогда Детский труд Запретим Все просто И пожалуй Мы сами пойдем В права человека Да Давайте Из-за того Что мы идем В права человека Можно вот это Не качать Что мы сейчас И так Это получим Это нам Откроет сразу Кучу полезных Техов А еще Нам стоит Сделать массовые Призы в себе Обязательно Это очень Бустонет нас По военке Поэтому поехали Сразу сюда И это Не требует Уже техов У нас Они уже есть Достаточно быстро Мы принялись Массовый призыв Очень приятно Теперь Кстати говоря Их видите Чуть под нерв Или что-ли Из-за вот этой Потери боевого духа Забавно Я помню Что раньше Этого не было Ну да А здесь Смотрите Наоборот Потери боевого духа Уменьшена Ну ребята Это все круто Но 100 темпов Обучения Перекрывают 10% Потери боевого духа Очень даже И продолжаем Что-то колонизировать Я думаю Гейте Займем Это не так дорого По бесчестию У Пруссии Какой-то очень смешной флаг Резинская республика Всеобщее Избирательное право В Пруссии Господи Что случилось Республика Ужас Ладно Захватим Гейте Надо Больше Здесь портов Иметь Будет полезно Для нас Гейте Отступаются Они просто Сдались Прекрасно А тут еще Одна провинция Есть Это не так Прекрасно Ну и давайте Короче будем Сидеть и ждать Пока у нас Восстание О Восстание Очень больших Челов Я очень доволен Этим Франция соперничества Да хватит Я хочу дружить С французами Ребята Ну что вы все Меня душите И душите Не надо Вот Подождем пока У нас бесчестия Войдет побольше Чтобы Замаринитить Португалию А потом Ее присоединить Потому что Мы с Португалией Нажмем кнопку И сразу Ее присоединим В принципе Скорее всего По кнопке Вот этой вот Я думаю Даже не обязательно Нам ждать Какое-то время Сразу мы Вот этот Весь кусок Заберем И это будет Очень приятно Что Португалия На самом деле Ну не так Что и мало территорий И я понимаю Что на самом деле Опять же Вот это я зря захватил Это не так эффективно было Кстати Я здесь сделал Кучу табака Можно снести Все вот эти вот Постройки Здесь у нас будет Невероятная Табачная Плантация И есть у нас Права человека Супер Плюс один Социальная защита У нас ее еще нету Ну а теперь Мы можем сделать Себе образование Начнем именно с него Чтобы Как можно быстрее Нашу грамотность Повышать Затем я думаю Сделаем себе Защит свободы слова Опять же Ради технологии И потом Уже займемся Регулирующими органами Хотя пока что Их даже не хотят Но я думаю Поменяем мы вот эти законы Захотят Плюс Соцзащиту Конечно же поставим Потому что у нас уже есть На это деньги У меня сейчас Интеллигенты Хотят начать революцию Из-за того что я Вместо права Для собственности Ставлю начальное образование Я сейчас вот это поставлю Они успокоятся Вроде Да Нет Вот так Да Сделал минус 9 Но этого ребята Что-то с чем-то Они реально не одобряют Начальное образование Интеллигенты В чем Как такое произошло Своими Сословиями У нас Сотяга уровень жизни Вы смотрите Двадцатка Уверенная Очень солидно Мы выросли Теперь у нас Из правительства Интеллигенты Выпали А Из-за того что у них Вот эта вот революция Нельзя обратно Поставить Грустно Ну ладно Всем бурбону Что это за ачивка Давайте посмотрим Среднего уровня Жить нет Двадцать Сохраняем анархический трон Отлично Строй Хотя трон тоже Мы сохраняем Ну что ж Выполнили ачивку Случайно Так и быть И вот я сделал себе Фонды Теперь у нас Появится еще больше Капиталистов Время Публичных кампаний Достало Мы выставили Везде себе Последние методы Ну как Выставили здесь Везде Публичные кампании И плюс поставили Методы последние На всякий случай Проверили все Теперь мы полностью Перешли на Пароходы Давайте посмотрим Что у нас с ними Все нормально Но можно еще Подстроить И плюс нам нужно Теперь повысить Происходство Пожалуй Как раз таки Боевых кораблей Смотрим Да Пароходов Стоит еще Достроить Обязательно Но кстати говоря Уже безумный Прирост населения 1,66 41 миллион Очень 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 Мы растем Солидно Так Здесь мы Что возьмем Демонстрация Сила Конечно же Опим на зависимость Это очень Приятно И опять Революция Этим Этим Интеллигенам В этот раз Не нравится Неизвестно Давайте таки Попробуем Принять Этот Вот закон Да Если не примется Тогда окей Отменим Но если примется Тогда революции И не будет И нам повезло Достаточно приятно Ну там Шансы были хорошие 55% Или сколько И теперь нам нужно Настроить бюрократию Давайте построим И вот здесь Вот где нам не хватает Налогообложение Так И повысим Еще больше Наше образование Еще больше Подразгонимся Отлично Я считаю И они хотят Права собственности Для женщины И все еще Они реально Расстроенные Да Давайте как мы сделаем Во-первых Да Хотите Ну что Сосознайте Держите Теперь А нет Мы не можем все еще Ну ладно Так Недоступны в стране Испании Надо сейчас просто Делать так Чтобы мы не могли Принимать Законы Я бы просто Пока что еще Не хотел это ставить Потому что Мне все еще Хотелось бы Прирост населения Большое иметь Нам все еще Немного не хватает Населения Так что давайте Выставляем весь авторитет 45 дней Кто вообще там против Католики против Вот давайте Всех кроме католиков Ну и давайте Вот так Нет Давайте Вот То есть Не можем Умеренно И необходимо Ага А католиков Мне можно Собрать Хорошо Давайте Тогда Кто хочет Интеллигенты Профсоюза Вооруженные силы Земли Владельцы Селяне Плевать Мелкие Буржуа Плевать Вот вы Ребята Наше Новое Правительство Отлично Ребята Я считаю Идеальная Новая Система Мы не можем Теперь Принимать Новые Законы Есть Еще Дебафы Минус 3 оппозиции Ну Потерпим Это тоже Потерпим У нас Растет Рой Жизни С Радикалом Месяц Ну Окей И за счет Этого Мы можем Избежать Революции Не принимая Реально Этот закон Прекрасно Я считаю И поехали Мы уже На новый уровень Образования Сразу На плюс 2 Грамотность У нас и так Растет Очень солидно Потому что У нас уровень Жизни Растет Но теперь Будет Еще лучше Из-за этого Безумного Прироста На самом деле У нас Рабочие места Появляются Очень солидно Видите И это Меня радует И надо Застраивать У нас Кстати говоря Куча Восстаний Пошло Смотрите Здесь Восстание В Виталии Только что Было Восстание В Бельгии Восстание Начинается Эпоха В игре Когда Ишки Не Могут Уже Ся контролировать И разваливаются Нереально Ну что же Поделать Нужно Помогать Потому что Нам это Аннексировать Потом еще В первую очередь Я сейчас нацелен На Португалию Значит Мы ждем Которная слава Спадет Собственно говоря Ну конечно Мы подавляем Восстание Без проблем Но Они вообще Могут нам Очень мешать Завоевания В будущем Поэтому Точно Надо наших Субъектов Количество Уменьшать Я бы Очень хотел С Франции Наконец-таки Подружиться Смотрите Они хотя бы Перестали быть Антагонистами И стали Настороженными По отношению К нам Это меня радует Видите Соперничества У нас с ними Нету Потому что Франция Ну Это топ-1 Держава Сейчас Мы топ-5 Мы все Очень сильны Но До этих Позиций Нам конечно Дальих Хвата Итак У нас Смотрите Интеллигенты Все Теперь католики Да Говорят Сохраните Попечительство Я согласен Сохранить Попечительство Теперь мы Давайте Нормальное Делаем Правительство Всех Кроме Католиков Вам Че ж Вы такие Недовольные Недавний Отказ Реально Они реально Ну Они реально Хотели Чтобы дети Отрудились Что за Интеллигенты Такие Вроде Рабство Республиканцы Вроде Как Все нормально Да Я не вижу Нигде Ничего Чтобы Может Этот парень Какой-то Рыночный Либерализм Ага Ага Он Короче Рыночник Он хочет Чтобы Даже Дети Работали Я понял Тверо Вот Почти Докачали Мы Здесь Все И Давайте Займемся Законом О бедняках Пожалуй Да Это Мы точно Не хотим Все Принимать Зарплаты Я слышал Очень Жесткие Именно Как Зарплаты Да Но Я Не Хочу Зарплаты Повышать Точнее Как Зарплаты Жесткие Вот Вот Эти Вот Да Минимальная Зарплата Очень Жесткие Ну Я слышу Что Они Сломаны Поэтому Мы Примемать Не будем А вот Законы О бедняках Вполне Себе Уже Смотрите Органы Уже Хотят Давайте Сначала Законы О бедняках Примем Они Простые Там И Промышленники Хотят Почему Смотрите Потом Уже Можно Профсоюз Начать Делать Американские Штаты В Локают Нам Союз Ребята Ну Вы Се Видели Просто Что Это За Сюда Федераты Вперед Получается Посмотрите Какой Мелкий Коммунистический Блюдок Сюда Забрался Россия Колонизирует Южную Америку Господи Мне вот Кто-то Написал Что Ишкам Подняли Шансы За то Чтобы Они Хотели В Южной Америке Интересы Ставить И вот Итог Россия Колонизирует Южную Америку Круто Круто Зато Вот Британия Так и Не доколонизировала Эти парни Так и не приняли Вот это Все стоит Без колоний Тут Почему-то Все еще Не доколонизировали И здесь Видите Тоже Как-то Не так Что и Много Стран Колонизируют Хотя Вот Уже Начали Австрия Подкрутили Австрии Колониальные Законы Ну Что ж Все Все Как обычно Яишки делают Какой-то Бред А мы Тем временем Добавляемся Строительные Сектора Потому что У меня Плюс Пятца Смотрим На самом Деле Инвестиционный Фонд Отсюда Можно Только Сто Тысяч Убрать И мы Все Еще Будем В Плюсе Так что Нужно Еще На 400 Тысяч Примерно Строиться Я делаю Сейчас Это Количественным Путем Но На самом Деле Было Правильно Теперь Мы Исследовали Эту Штуку Сделайте Тысячу Качественным Путем Пойти Уже В Остальные Рамы Ну И раз У нас Все Хорошо Во-первых Отменим Налоги Потребительские Чтобы Авторитет Вернуть Себе На Быстрое Принятие Законов И Низкими Налогами Мы уже Можем жить И с Большими Зарплатами Мы уже Вступили Видимо В этот Момент Да У нас Сейчас Пока Что Инвестиционный Пул Тратится На Это Но Все-таки Трать Он Будет Еще Очень Долго Да У Нас Еще 20 Миллионов Там Потом Если Что Что Поправим Не Проблема И Очередная Революция В наших Колониях С этим Сделать Ничего Только Подавлять Застраиваем Также Тонну Пшеницы Потому Что У нас Внезапно Минус Пшеница Потому Что С Десят Тысяч Покупают У нас Франция Покупает Все Зерно И Я Не Против Им Его Продавать Потому Что У меня Проблемы С Повысить Себе Угл Ровень Удобрения До Вторых Потому Что Пока Что Видите У нас Вообще На первых Стоит И Даже С первыми Это Невыгодно Хотя Здесь У нас Уже Практически Максимальные Стоят Единственное Что Можно Еще Выше Поднять Сюда И Тогда Мы Только Вот Этот Первый Уровень Сможем Окупать Да Удобрение Конечно В интересной Позиции Здесь Но Мот На Раздельное Удобрение Из Взрывчатку Я не хочу Стать Потому Что Там Есть Свои Проблемы С Ним Вот Вот Ребят Я думаю На этом Можно Нашу серию Под Закончить Мы Опять Так Еще Больше Приросли Все Еще Мы Только На пятом Месте Мы Еще Не В топе Самом У нас Самое Главное Растет Население Безумными Темпами Так Что Мы Дойдем До Этого Топа Нам Нужно Еще Побольше Строительства Следующий Наш Соперник Вот Здесь По Экономике Это Австрия Австрия Растет Уверенно Но Сейчас Уже Не Так Уверенно Она Будет Потихоньку Упираться В Своё Население Видите У них Просто Все Население Это Занято А у Нас Еще Миллион Не Занят Если Смотреть По Душ Населения С У нас Только Девятнадцатое Место В мире А у Население Давайте Посмотрим Одиннадцатое Ну Да Нужно Нужно Еще Побольше Населения На работу Отправить Но Мы Уже Просто Перескелем Их По Приросту И Также Я думаю Будется И с Другими Странами Мы Сейчас Начнем Очень Ростко Качать Техи Возьмем Мы Себе Еще Больше Образование Потом Поставим Себе Собственно Говоря Свободу Слова И Начнем Всех Догонять Вот Так что С вами был Дубг Подписывайтесь На канал Обязательно Если Вы Еще Вдруг Не Подписаны Ставьте Лайки Комментарии Все Как Обычно До